По поводу дефицита бензина, я опять боюсь, что мы приходим к картельному соглашению наших монополистов нефтегазовых, которые за спиной населения и при пропустительстве при федеральной антимонопольной службе или при ее менее жестком контроле начинают исходить из того, что цена должна расти. У нас никогда цена не опускалась, даже когда опускались цены на бензин за рубежом или по контрактам на нефть сырую по контрактам. Все время она только росла, естественно, население это возмущает. И, возможно, здесь связано в том, что у нас, опять же, не хватает достаточно мощности нефтеперегонных заводов. Сейчас вводятся новые, сейчас преференции Минэнерго ввело для реконструкции заводов, строительства новых, но их опять не хватает, потому что 20 лет ничего не строилось, работали на старых советских технологических запасах. И вот этот период как раз вошел в клинч, когда, с одной стороны, гонят большое количество нефти за рубеж, здесь поднимают цены и по переработке здесь, потому что за рубеж тоже уходит и переработанные нефтепродукты не хватает. Здесь поэтому нужно, прежде всего, мощное вмешательство государства. Без него интересы монополистов мы не перекроем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова